Еще один экстренный вызов поступал сегодня дежурным. Правда, в рамках тренировки. В офисном центре «Вертикаль» прошли пожарно-тактические учения. Им был присвоен повышенный класс сложности. Отрабатывались взаимодействия спасательных служб и персонала объекта. О ходе учений, их участников и вызовах, с которыми они столкнулись, расскажет Кирилл Козин. Сирена, сообщение об эвакуации. Лифты останавливаются и становятся частью системы вентиляции. Сигнал тревоги автоматически поступает к пожарным. Пока они в пути, персоналы посетителей должны быть эвакуированы. Через считанные минуты на место машина за машиной прибывают спасатели. Разворачиваются рукава и пожарные лестницы. По легенде, пламя возникло на четвертом этаже офисного центра. Очаг возгорания находится в местной столовой. Эвакуация уже практически произведена. Пожарные находятся внутри здания и проверяют этаж за этажом. Не проверить их нельзя. Из-за сложной планировки и возможного задымления в здании могли еще остаться люди. У этих учений повышенная сложность. Большое количество людей находится одновременно. И в случае эвакуации может произойти в панике давка и тому подобное. Поэтому очень... Самое одно из важнейших, чтобы пути эвакуации были легко обнаруживаемы. И то есть сработала система оповещения о пожаре. Всего же во время учения было задействовано 10 единиц пожарной техники и порядка 45 человек личного состава. Тренировка плановая. Опыт трагедии в Кемерово был учтен. Мы эту как бы учитывали, прибавили, увеличили количество эвакуируемых. Вот. Также предусмотрели эвакуацию по незапланированным путям эвакуации, соответственно. Учения не только для пожарных. Свою готовность к экстренным ситуациям демонстрировали и службы безопасности офисного центра. Это ежедневно все проводится. Отработка планов эвакуации и взаимодействия административного персонала и службы охраны. Это второе учение. Предыдущее происходило в 2015 году. Сразу после трагических событий в Кемерове в стране началась серия проверок в торговых центрах. Прокуроры вместе с сотрудниками МЧС наведывались и в вертикаль. Итоги пока не подведены. Они станут известны 13 апреля. Кирилл Козин, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии.